На выставке «Великие Маковские» в Самарском областном художественном музее было не протолкнуться. На суд зрители представили работы династии художников Владимира Константина и Александра Маковских. В экспозиции более 40 картин – половина из запасников Самарского областного музея. Когда-то эти работы хранились в собраниях известных купцов Шихабаловых. Часть картин предоставили музеи Саратова, Ульяновска и Нижнего Новгорода. Для нас это новая практика, и она очень интересная. Тем более, что это было очень сделано в сжатый промежуток времени. И работал весь музей, трудились и днем, и ночью. И как-то это было настолько творчески интересно, ярко. То, что мы сегодня имеем – это высококлассный проект, которому гордится музей. Выставка уникальная, потому что такого собрания четырех музеев действительно никто не делал. И вот сегодня выставка Маковских практически в завершении лета. Я думаю, что она будет одной из самых посещаемых. Я думаю, это хороший повод даже для столичных любителей живописи к нам сюда приехать. Все Маковские работали в жанре реализма, но каждый выбрал свое художественное направление. Поэтому экспозиция – это яркий спектр российской жизни XIX века. От бытовых зарисовок и салонной живописи до пасторальных сельских картин. Из собрания Ульяновского областного художественного музея взяли три работы. Это, безусловно, хит, как сегодня любит говорить молодежь. Это работа Константина Маковского «Боярышня за чаем». Уникальность любой картины Маковских в искренности. Мы видим, прошел век, но все равно люди подходят, люди фотографируются. Посмотреть на работы художников-передвижников пришли и эксперты-искусствоведы, и простые зрители. Все они единодушны в том, что работы Маковских до сих пор актуальны за счет откровенного взгляда на жизнь. Взять хотя бы вопрос пенсий. Вот эта картина о получении пенсии, на мой взгляд, самая интересная. У Маковского есть, как во всех его работах, тех, кто я посмотрел, есть, конечно, то, что вот мой коллега назвал какой-то ужас реального. То есть за их лицами кроется какой-то ужас. Ужас вот этой вот повседневной жизни русской, которую, конечно, Маковским интересно было изображать в надежде ее вам можно исправить. Впечатления от картин замечательные, все живое, все настоящее, ну, великие люди, жизнь, нашу историю, правду. Увидеть картины великих Маковских в областном художественном музее можно будет до 29 сентября. Александр Ломаев, Семен Безгинов, Константин Головин. События.